ДИНАМО ЗАГРЕБ Всем привет! Сегодня переносимся в Хорватию, чтобы взглянуть на, пожалуй, самое яркое и жестокое противостояние в футболе. Динамо Загреб против Хайдука и Сплита. Что может быть жарче? Ну что ж, погнали! Вот уж в чём нет недостатка в Хорватии, так это в патриотизме и любви к своей стране. Так что в качестве ответа на вопрос, что не поделили Хайдук и Динамо Загреб, ответ будет таким. Кто из двух клубов более хорватский? За Хайдук говорит название. Когда в 1911 году четыре хорватских студента из Сплита, жившие в Праге, побывав на матче между Спартой и Славией, решили основать футбольный клуб, они долго не могли определиться с названием. И, как гласит легенда, они обратились за помощью к преподавателю, которого звали Йосип Барыч. Тот, недолго думая, сказал «назовите клуб Хайдук». Так в старые времена называли воинов на пограничных территориях, что-то типа «степных казаков». Хайдуки во времена Османской империи вели вольную жизнь, при этом регулярно нападали на приграничные территории и со временем приобрели романтический орел. Это слово символизировало храбрость и любовь к свободе. Хайдук быстро получил поддержку у той части жителей Сплита, которая выступала за независимость от Австро-Венгрии и объединение всех хорватских областей воедино. Да и сам клуб позиционировал себя таким образом. Недаром в его эмблеме был хорватский крест — те самые шашечки. Правда, в 1945 году вместо шашечек в гербе появилась красная звезда. Но с распадом Югославии в 1991 году всё вернулось на круги своя. Во время Второй мировой войны футболисты Хайдука активно участвовали в партизанском движении, что не осталось без внимания лидера Югославии Йосипа Брос Тита. Хайдук избежал распада, как многие клубы в то время, и некоторое время считалось, что Тита симпатизирует и покровительствует клубу из Сплита. Что касается «Динамо», то тут история более запутанная. Формально клуб был основан в 1945 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, при непосредственном участии югославских властей. По их решению три команды из Загреба — Хашк, Граджанский и Конкордия — были распущены, а на их месте образована новая. Однако костяк коллектива составили футболисты Граджанский. Кроме того, «Динамо» унаследовала синие цвета от Граджанский, а этот клуб был самым что ни на есть хорватским. Основан он был в Загребе в 1911 году в качестве спортивного общества и сразу же чётко обозначил свою национальную идентичность. В конце 80-х «Динамо» стал одним из символов хорватской борьбы за независимость, а легендарное побоище на стадионе «Максимир» в 1990 году — наиболее ярким и памятным эпизодом. Тогда, напомним, во время матча с «Црвенной звездой» разразилась грандиозная драка между болельщиками обеих команд и полицейскими, в которой приняли участие и футболисты. Некоторые игроки «Динамо», такие, например, как знаменитый «Звонимир Бобан», вспоминали потом об этом с гордостью. В Загреб тогда приехали около трёх тысяч фанатов под руководством Желька Рожнатовича. Позже он создаст сербскую добровольческую гвардию, более известную как «Тигры Аркана», и будет воевать с хорватской армией. Значительная часть объединения фанатов «Динамо» принимала участие в войне за независимость. Рядом с северной трибуной стадиона «Максимир» даже установлен памятник погибшим во время боевых действий, носящий имя «Святые рыцари Хорватии». Кстати, ультрас Хайдука тоже принимали активные действия в Югославской войне. Многие из них погибли в знаменитой битве за Вуковар, где против трёх тысяч хорватов выступила 50-тысячная армия сербов. Едва Хорватия получила независимость, глава республики Франью Туджман, некогда работавший в аппарате «Тита», а теперь переметнувшийся к демократам, взялся за «Динамо». Заявив, что название клуба является нелепым пережитком канувшего в лету коммунистического прошлого, он дал команде новое имя — «Хаш Граджанский». Хулиганы и другие футбольные болельщики Загреба пришли в неописуемую ярость от такого шага. «Динамо» для них было всегда священным именем, и они потребовали вернуть его любимой команде. Однако руководство клуба отказалось пойти им навстречу. Более того, в 1993 году клуб снова поменял название, став «Кроацией». Название «Динамо» вернулось клубу лишь в 2000 году. Зато поклонники «Хайдука», незамеченные в тесных связях с новым режимом, на протяжении большей части 90-х годов прошлого века могли смело говорить, что власть покровительствует их извечным соперникам, и три чемпионства, добытые в тот период, были выиграны ими вопреки всему. В октябре 1997 года Кроация в сопровождении своих многочисленных фанатов отправилась в Цюрих на матч Кубка Уэфа против местного Грасс Хоппера. На поле команда показала блистательную игру, разгромив соперника со счетом 5-0. Однако за его пределами дела обстояли не так великолепно. В Цюрих приехали 8 тысяч загребских фанатов, которые, обезумев от счастья, нанесли городу огромный ущерб. Кроме того, многие швейцарцы отмечали, что гости вели себя крайне агрессивно, включая наскоки на темнокожих людей в трамваях. Тем не менее, полиция задержала только трех человек. Немногим позже ситуация повторилась в соседнем Осере, после чего Уэфа дисквалифицировала клуб, запретив ему участие в европейских турнирах на следующий год. Кроме того, болельщики «Хайдука» могут посмеиваться над «Динамо» еще по одному поводу. В феврале 2011 года «Хайдук» торжественно отметил свой столетний юбилей, празднество, честь которого проходили по всему сплиту. Затем фанаты «Хайдука» с ехидной усмешкой наблюдали, как через пару месяцев руководство «Динамо» решило добавить слово «граджанский» в свое название и также с помпой отметить столетие. И действительно, нельзя же отставать от «Хайдука». Торсида «Сплит» — главное фанатское движение «Хайдука» было основано в 1950 году. Дело в том, что именно в том году в Бразилии проходил чемпионат мира, и несколько футболистов «Хайдука» представляли на том турнире сборную Югославии. Когда они вернулись, то стали делиться своими впечатлениями о поездке с болельщиками. Футбол в тот год по-настоящему захватил всю планету. Фанаты «Хайдука» были воодушевлены рассказами своих футболистов об атмосфере на бразильских стадионах и тоже стали именоваться «Торсидой». Однако во времена коммунизма «Торсиду» ждали темные времена. Был принят закон, согласно которому нельзя было организовывать какие-либо группы в Югославии, которые не являлись коммунистическими. К тому же «Торсида» имела весьма яркий правонационалистический оттенок. Лишь после смерти Тита в 1982 году «Торсида» вновь смогла вернуться на свой родной стадион «Полют». В 1983 году произошел легендарный матч против лондонского Тоттенхэма — полуфинал Кубка Уэфа. Стадион «Полют», как обычно, был забит до потолка. Перед стартовым свистком на центр поля выбежал какой-то парень из «Торсиды» и на глазах у всего стадиона зарезал живого петуха. Такого же, какой изображен на логотипе Тоттенхэма. В Уэфа юмор не оценили. Вскоре после этого «Хайдук» был отстранен от Еврокубков на три года. Прошло время, и клуб из «Сплита» снова вернулся в Еврокубки. Во время ответного матча «Хайдука» против «Марселя» какой-то чудак решил, что победы уже не дождаться и бросил гранату со слезоточивым газом прямо на футбольное поле. Началась давка и паника. Люди кричали повсюду. Игра была приостановлена. К счастью, никто сильно не пострадал. Однако после этого Уэфа отстранил «Хайдук» еще на четыре года. Нулевые годы стали самыми тяжелыми для клуба из «Сплита». Вечная смена руководства, отсутствие успеха на поле и, как итог, глубокий финансовый кризис. Фанаты вовремя спохватились и решили буквально выкупить клуб. «Торсида» создала организацию под названием «Наш Хайдук», где каждый член мог выкупить определенное количество акций клуба. Дела снова пошли в гору, и уже в 2004 году «Хайдук» выиграл чемпионство. А в 2020 году «Торсида», одно из самых старых фанатских движений, с помпой отметила свое 70-летие. Просто посмотрите, как это было. Противостояние между «Хайдуком» и «Динамо-Загреб» до сих пор остается одним из самых ярких и жестоких во всем мире. И вряд ли что-то помешает ему стать другим. А на этом все. Пишите, о каких еще дерби вы хотели бы узнать. Ставьте лайки и бейте в колокол. Впереди вас ждет еще много интересных футбольных историй. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!